You are my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing from. Иван читает с 38 стиха по 42, 10 глава Евангелия от Луки, с 38 стиха по 42, с 38 по 42. В продолжение пути их пришел он в односеление. Здесь женщина именем Марфа выняла его в дом свой. В нем была сестра именем Мария, которая села у них Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нет? Что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Благую часть. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Прежде чем мы с вами будем представлять Иисуса, как подобает в мире в этом, прежде любого нашего другого служения, которое мы будем нести в нашей христианской жизни, мы должны с вами научиться привыкнуть проводить время вместе с Иисусом Христом. Мария, о которой здесь идет речь, из Вифании, она трижды упоминается в Евангелиях. Здесь Евангелие от Луки в 10 главе 39 стихе она что делает? Она сидит у ног Иисуса Христа и слушает учения Иисуса. В Евангелии от Иоанна в 11 главе она что делает? Она выражает свою скорбь, когда умер ее брат, и Иисус пришел к ним, да, в 32 стихе. И в 12 главе Евангелия от Иоанна также в 3 стихе она выражает свое поклонение Иисусу Христу. Когда мы находим Марию из Вифании в Евангелиях, она во всех этих трех местах, она всегда находится у ног Христа. У ног Христа. И сегодня мы с вами поговорим о том, насколько важно для нас правильно расставлять приоритеты в жизни. Насколько важно правильно акценты расставлять в нашей христианской жизни. Очень известная история, очень часто можно слышать, как проповедники противопоставляют Марии Марфу или Марфу Марии. И говорят, что вот лучше делать как Мария, да? Лучше делать как Мария, а вот как Марфа делать как бы особо и не нужно. Но вы же знаете, что без проповедников прожить можно, а без поваров нет. Да. Что произошло в этой истории? Посмотрите на Марфу внимательно в Евангелии от Луки. В чем проблема была Марфы? Каким она была прекрасным человеком? Марфа приняла Иисуса в свой дом. Так мы читаем в 38 стихе. И одна женщина по имени Марфа приняла его в свой дом. Марфа встречает Иисуса, она принимает его в свой дом, она открывает двери своего дома. Но затем что происходит? Она оставляет его. Она оставляет его, потому что решила, что намного важнее, чем слушать этого великого учителя, намного важнее его накормить. Какая прекрасная Марфа, правда? Путь там к сердцу мужчины, да, говорят, лежит. Наверное, она тоже это знала. Она оставляет своего учителя для того, чтобы приготовить большое угощение, в котором Иисус в принципе не нуждался. И вот здесь для нас прекрасные уроки есть с вами. Часто мы с вами уподабливаемся Марфе в чем? Мы стараемся много делать для Христа и очень мало со Христом. Мы многое стараемся делать для Христа, забывая проводить время со Христом, слушая Его. И сегодня нам нужно вспомнить, насколько важен этот баланс, гармония. Здесь не вопрос выбора христианской жизни. Здесь не то, что важнее слушать, чем работать для Христа. Нужен баланс, равновесие. Ровно настолько, насколько необходима работа для Христа. Ровно настолько необходимо нам и посвящать время, чтобы быть со Христом, находиться у ног Его, учиться у Него. Самый первый день нового учебного года по видеообращению. Какой там отрывок был у меня, Иван? Вы же не читали? Иоанна, 15 глава, 5 стих. Помните, о чем я вам говорил с экрана? Не телевизора, правда, а другого. 15, 5 Евангелия от Иоанна. Там что Иисус говорит? Без меня не можете делать ничего. Жизненно важно для каждого Дитя Божьего проводить время у ног Иисуса со Христом. Если я начинаю критиковать других из-за того, что непомерно тружусь для Бога, то это означает, в первую очередь, что мне нужно пересмотреть свою христианскую жизнь. Если мое служение стало для меня тяжелым, и жизнь моя христианская для меня стала тяжелым, то, скорее всего, я переместил акценты, как и Марфа. Я забыл, что для меня важнее. Интересно, что Иисус говорит, она избрала о Марии. Какую часть? Благую. А что значит часть? Часть целого, да? А я себе представляю не так, не часть целого. В греческом дословно звучит доля. Доля. Это моя доля. И вот если делить какое-то имение, сокровище, богатство на части, то вот та доля, та часть, которую я избрал, она не отнимется. Она совершенно верно, наследство. И вот смотрите, какую долю мы выбираем, придя ко Христу, какую жизнь христианскую мы с вами выбираем. И вот Иисус нас учит, та доля, которая от нас никогда не отнимется, в чем состоит? В чем заключается? Что это за доля? Что это за доля? Что это за наследство? Что это за богатство? Отношения с Иисусом. Совершенно верно. Если у нас не будет частной жизни с Иисусом Христом, вот этих отношений личных, если мы с вами не будем проводить время с Иисусом, если у нас не будет личных взаимоотношений, а мы будем только трудиться для Него, не покладая рук, как Марфа, то мы будем слишком занятыми, но неблагословенными. И вот сегодня мы с вами что отмечаем? Марфа, она была хорошей, прекрасной женщиной, но она не понимала вот этой истины, которую Иисус открывает. Она пыталась, как мы говорим и читаем, служить двум господам, да? Она хотела и Иисусу угодить, и в то же время быть слишком занятой, да? Слишком много дел. И вот сегодня, мои дорогие братья и сестры, я хотел себе в первую очередь напомнить, конечно же, и вам, что правильно расставленные приоритеты для нас всегда жизненно важны. На первом месте Иисус Христос, на втором Иван кто? Обычно, если сразу вопрос, на втором месте кто? Я. Да? Нет, на первом месте Иисус Христос, на втором месте другие люди, а потом уже мы сами. Так Писание нас учит? Вот это и есть та благая часть, мои дорогие, понимаете? То, что говорит нам Господь в своем слове. И если мы с вами проводим время со Христом у Его ног, если мы с вами слушаем Его, учимся у Него, молимся Ему, мы будем по-настоящему счастливыми, благословенными людьми. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.